Женщина в бизнесе Это новая культура бизнеса Со своими ценностями, со своей философией Методологией и инструментами И для меня это и есть женский стиль управления Это про женский бизнес Скажите, пожалуйста, вот вопрос в зал Кто-то смотрел сериал «Миллиарды»? Вот вижу, что очень многие смотрели И вот на самом деле там очень хорошо раскрыта тема Мужчин и женщин, собственников бизнеса Их отношения, как они воюют Или разбираются друг с другом И можно четко увидеть, что женщины в бизнесе Всегда договариваются Они не мочат друг друга Они не разрушают друг друга Они не забирают друг у друга все И это тоже женский стиль управления Мне, как и другим спикерам Тоже много в своей жизни я слышала Что у тебя не получится Ты не сможешь У тебя нет технического образования Поэтому ты далеко не пройдешь в своем бизнесе И всегда на это я реагировала так Что у меня есть мечта Я очень люблю производство Я очень люблю технику И я всегда шла вперед И даже Вот мужчина и женщина Мы немножко находимся в разных Скажем, весовых категориях И женщина должна То есть работая и в найме И работая в собственном бизнесе Я понимаю, что Женщина должна быть на пять голов Выше по компетенциям мужчины Чтобы просто быть на одной позиции Но это совершенно не значит Что нужно с мужчинами конкурировать Как-то агрессивно себя вести То есть все наоборот должно быть И первый принцип Это быть как вода Я уже когда-то об этом говорила И еще раз хочу сказать Что женский ум То есть успешная женщина Успешная и в жизни, и в бизнесе У нее ум как вода Что делает вода? Вода дает силы Вода питает Очищает Наполняет Она не конфликтует Она заполняет собой все пространство И вот этой энергией Когда мы не напролом А мы идем всеобъемлюще как вода Мы добиваемся как раз своих целей Это тоже женский стиль управления И он очень помогает в бизнесе Очень интересную историю Как раз об этом Аукцион в Сургутнефтегазе То есть в моей работе Очень много разных тендеров и аукционов Бывают такие моменты, как открытые аукционы Ты приезжаешь туда на два дня Первый день у тебя техническая часть Второй день у тебя коммерческая часть Эти аукционы проводит сам генеральный директор Либо два его первых зама И на них, естественно, бывает 20 Иногда больше компаний В основном это все мужчины И вот часто бывает, что я одна женщина И как в тот раз было Что подковерные игры начались уже в первый день Когда было техническое совещание Всех компаний допустили Ко второму туру непосредственно К самому аукциону И все, я уже пришла в гостиницу Готовилась ложиться спать Когда мне поступил звонок От Сургутнефтегаза И сказали, что извините, вас исключили из тендера Ваше оборудование признали Неподходящим техническому заданию И вот в этот момент Я думаю, боже, что я буду делать Собирать вещи или ехать домой Или за ночь попробовать Ну как-то собрать всю документацию Собрать те доказательства Которые я смогу предоставить И чтобы меня включили обратно в тендер Всю ночь я там на связи с производством Значит, к 7 утра у меня уже там сделаны Все документы, все готово В 7.30 я у кабинета коллеги из Сургутнефтегаза Значит, за 40 минут мы все доказываем Меня включают обратно в тендер И уже на втором дне Некоторые люди, которые меня видят Ну так, очень-очень удивляются То есть, в принципе, это такая тема Когда тебя могут, ну, исключить еще до самих торгов И когда торги начинаются, это просто, не просто жестко Это очень жестоко, это коммерческая часть Потому что тебя прессуют там так Все идет очень быстро Ты должен быстро называть цены Быстро считать с НДС, без НДС Ну, то есть, как бы специально путают Потому что нужны лучшие цены, лучшие условия И вот этот прессинг идет неимоверный И когда в каком-то втором или третьем круге Я допускаю ошибку Ну, просто катастрофическую И слышу То есть, даю маленькую скидку А там, когда у тебя маленькая скидка Тебе сразу же говорят Ну, на выход Так и мне тоже Автопромаркет у вас самая большая цена На выход И вот я сижу и думаю Ну, как можно было сделать невозможное Вернуться опять в тендер Сделать столько всего И вот так вот глупо Ну, просто ошибиться в цифре Посмотреть не в тот столбик И поставить Я вот сижу и говорю Ой, вы знаете, а я ошиблась Я посмотрела не туда И поставила не ту цифру На что? Ну, естественно, представляете, да? Реакцию То есть, на меня смотрят, мне говорят Ну, мы же вам говорили Ну, то есть, как бы вам Вас же предупреждали Я говорю, да, но я вот ошиблась Я могу дать цену гораздо ниже И главный человек Железный человек Смотря на меня И на всех мужчин Говорит Вы знаете, сегодня у нас Вот одна женщина здесь Может, мы дадим ей возможность Переторговаться? Ну, естественно, там такое молчание Такой тягостный вздох И я остаюсь в тендере Ну, просто вот Это был такой нонсенс Что вот Позже мне специалисты Задела оборудование Сургут нефтегаза Говорит Ирина Александровна Вы произвели вообще фурор Никогда такого не было Чтоб на аукционах Разрешали переторговаться То есть, эта байка Потом у них ходила Очень долго Но это вот реальная То есть, реальный случай Из моей практики Ну, и как вы думаете Кто же выиграл тендер? Наши, да И в итоге я выигрываю Этот тендер И, ну, просто Ну, нужно видеть Было лица мужчин Ведь, понимаете Мужчинам немножко полегче Бывает в том плане Что они, например Вечерком пошли в баньку Вместе Там поговорили Обо всем договорились Попарились То есть, у них все хорошо А мы, женщины, в баньку Как бы договариваться не пойдем То есть, у нас шансов На плодотворное сотрудничество Да, гораздо меньше В этом плане И поэтому Здесь тоже этот момент Он часто бывает И вот И в моей практике Ну, вот получилось вот так И после этого Анализируя ситуацию Я Долго думала Ну, что Вот Что это значит? Я поняла, что Нужно всегда Быть собой Вот той, какая ты есть То есть, не бояться Там потерять лицо Не бояться Ну Как-то Показаться там Не такой Или еще что-то Просто Идти к своей цели Но делать, что ты можешь Есть Вот у меня тоже Такое Часто это Сама в своей жизни Который был Который был Сравнительно Недавно То есть, с 2012 2013 года Я Начала Разрабатывать проект Производство Штабеллера То есть, это такая техника Подъемно-транспортное Оборудование Которое Может поднимать До 15 метров Там Грузоподъемность Не падает Это разные модели И главное В России Они не производятся И это была моя мечта Которая началась Еще вот в 12-м году В 2012 Когда Россия Очень хорошо развивалась Когда пошло Импортозамещение Я уже понимала Что Ну Дистрибьюторством Ты долго не будешь То есть Иностранные компании Они заходят сами То есть Работают сами Мы им уже не нужны И нужно производить Пытаться Самим в России Очень долго Конструкторы Там Вся команда Работала над этим проектом И где-то к 16-му году У нас уже родился Такой хороший бизнес-план Прямо настоящий стартап Но в 16-м году Одна из моих основных компаний Попала в очень тяжелую ситуацию Вот вследствие кризиса 14-15-х годов Там был валютный кризис Если помните Вот Что последствия Я еще до сих пор Все эти разгребаю То есть Это как бы так быстро Бесследно не прошло К сожалению И в 16-м году Значит С этим проектом У меня просто У компании Не было сил Само его как-то реализовать То есть Не было средств По большому счету Которые требовало Этот проект И вдруг Такая удача Мы С делегацией Правительства Свердловской области Значит И бизнесмены Свердловской области Едем на выставку То есть У нас деловая поездка И в этой деловой поездке Я знакомлюсь С генеральным директором Очень крупного предприятия Очень уважаемого Нашими властями И как-то само собой У нас Дело идет к сотрудничеству Именно по развитию Вот этого нового проекта Производства Штабелера Мы очень долго общаемся У нас встречи Переписка У меня запрашивают Одни документы Другие документы То есть Как бы ведется Плодотворная работа И вдруг В какой-то момент Все пропадает Ну то есть Человек пропадает Он не берет Ни трубки Не отвечает Ну как бы Ни в сообщении Никуда Ну то есть Все пропало И Ну я с недоумением Сначала с недоумением Потом думаю Ну ладно Так в жизни бывает Ну наверное Как бы Ну не те люди Не те партнеры Ничего страшного Ну и все Как бы забывают Этот момент И в начале этого года Совершенно случайно На встрече У профильного министра Я узнаю Что оказывается Вот эта уважаемая компания С которой мы вели переговоры С не менее уважаемым заводом Который есть у нас В Свердловской области Уже произвели Штабелер И как бы ждут Когда у нас будет Инопром Чтобы его представить Высшему руководству Вот что я чувствовала Я даже ну как бы Вот это неописуемо Даже не то что у меня там Идею украли Да там Или Ну там Про А у меня было такое ощущение Что у меня Украли мечту Потому что В моей голове У меня было кино Целое что Я Женщина-производитель Производство В России Штабелеров Ну первое производство Такого в России нет Я уже практически Мне там Владимир Владимирович Медаль повесил В моей картине мира И тут вдруг такое И вот в эти Сложные моменты Да В своей жизни Я В последнее время Задаю себе Только один вопрос Зачем Для чего Мне это Ну то есть Мне нужно правильно Себе ответить Вот для чего Мне эта ситуация Что я из нее Могу вынести Ну вот она уже случилась И что я поняла И что произошло Что Технологии В России Да Настолько Не в России А в мире Настолько быстро Развиваются Что Очень многие Виды техники Становятся уже Неактуальны Как и вот эти Штабелеры Сейчас Очень много Даже на складах Все заменяется Роботами Первый момент Второй момент Что Китай Уже давно Начал производить Штабелеры И то есть Он их производит По гораздо меньшей Цене И в большом объеме И Понятно Что Наш образец Из-за того Что Рынок компонентов В России Практически уничтожен И все запчасти Закупаются Также Из-за рубежа Ну То есть Стоит он будет Гораздо больше И естественно Объем продаж У него будет Гораздо меньше И третий момент Ну если У тебя Ну как ты можешь Работать с людьми Да Которые Могут украсть Проект Или могут Украсть Идею Ну то есть Это просто Невозможно И Тогда Конечно Вот Возник Вот этот Третий принцип Да Что создавать Будущее Нужно в команде Единомышленника Это Очень Очень Важно И Тогда Любой Твой проект Он полетит И в моей жизни Так получилось Что наконец-то Появился продукт Это Беспилотный вертолет С такими техническими Характеристиками Которые Которых В мире Еще Нет Появилась Замечательная Команда Которая По ценностям Люди Собираются То есть Мы Все вместе Являемся Вкладом Ну то есть В этот бизнес Проект И он Гораздо Инновационней И это на самом деле Будущее Ну то есть Когда я вот это Все поняла Да Что Ну не надо Застревать в прошлом Вот это не те люди Это вообще Как бы Все не то Ну вот Можешь Изменить мечту Значит измени мечту И пришел Вот этот Замечательный проект Здесь вот мы На конференции Которая у нас Проводилась В 19-м году Джмис Это вот Герой России Тоже вот Летчик Это вот Инвесторы Из Арабских Эмиратов И вот мой Партнер по проекту Мы стараемся Ну сейчас Занимаемся Да Продвижением Вот этого проекта И Вот это Именно то Партнерство Да В моем понимании Которое Должно быть А вообще Женщины Открывая Начиная Свой бизнес Делают это Более осознанно Чем мужчины То есть мужчины Действуют как Он У него есть идея Он захотел Пошел Открыл бизнес Нам Женщинам Сначала Всегда нужно Одобрение То есть мы Все равно Спрашиваем Одобрение у Своей семьи У своего мужа То есть для нас Открытие бизнеса Это такой Очень-очень Серьезный шаг И Ну а что делать Когда у тебя Опускаются руки Ну И тут У меня тоже Есть три Таких момента Что Ну что в этот момент Нужно делать В такое время Первое Это то Что важное Для нас Это быть В ресурсном Состоянии Вот Для девушек Для женщин Для нас Это все То есть наше Ресурсное состояние Это Ну вот просто Самое главное Если интересно Как Спросите Я расскажу То есть что Для этого Можно делать Второй момент Будь готова Начать В сотый раз Как в песне Андрея Макаревича То есть надо Быть готовым В сотый раз Начать сначала Это важно То есть это Только вперед И И третий момент Вдохновляйтесь Дружите Общайтесь С теми Женщинами Лидерами У которых Не опустились руки Которые Несмотря ни на что Двигаются дальше Двигают свои бизнесы Двигают проекты У которых Всегда горят глаза И Как сегодня Я это увидела У наших Замечательных Девушек Спикеров Я очень рада Большое спасибо Организаторам За такое чудесное Мероприятие Большое спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому